Библия Праздник, когда Иисус воскрес Он был мертв, умерел за грехи всех и спас нас от греха И вот мы и празднуем этот день Пасхи Спасибо Это весенний праздник у евреев В первую очередь он ассоциируется у меня с куличами, с яйцами, с весной Он еще ассоциируется у меня с растениями, которые только расцветают И еще он ассоциируется у меня с Иисусом Потому что именно в этот день он вышел из мертвых Для меня Пасха это светлый яркий праздник Когда ты, готовясь к ней, выпекаешь куличи с разными начинками Разукрашиваешь яйца в разные цвета Также, просыпаясь в этот светлый праздник, ты обмываешься в святой воде Говоришь всем Христос воскрес Садишься вместе с ними за стол, ешь, обмениваешься яйцами, добрыми словами Позже ты пьешь чай с этими самовыпеченными куличами, которые ты положил всю душу Я знаю, что Пасха это большой праздник В этот день воскрес Иисус для людей, которые в Него верят Для меня этот праздник время, когда мы собираемся сесть с семьей и родственниками и отмечаем его Пасха это тогда, когда Иисус Христос умер, а потом воскрес Иисус Христос воистину воскрес Пасха это праздник, когда Иисус воскрес Он умер за мои грехи И Он любит меня и не оставит меня в беде Пасха это величайший праздник, который напоминает нам, что Господь привел на землю Своего Сына Иисуса Чтобы своей смертью очистить наши души от грехов Так как в прошлом мы очень много грешили И Иисус Христу пришлось за наши грехи, за нас умереть Пасха это самый древний и важный христианский праздник Пасха это день радости, а также это день победы любви над ненавистью А также добра над злом Иисус воскрес из мертвых И тем самым Он победил Свою смертью смерть Искупил людские грехи И своим воскресением Он дал надежду на жизнь Поэтому на Пасху люди обращаются друг к другу Вернее должны обращаться с такими словами, как Христос воскрес А в ответ человек должен ответить Воистину воскрес После смерти Иисуса поместили в гробницу неподалеку Вот пример гробницы, в которую, возможно, положили Иисуса Большой камень, похожий на колесо, подкатывали ко входу, закрывая доступ в гробницу Когда Мария пришла ко гробу, камень был отвален, потому что Иисуса внутри уже не было Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого Его нет здесь, Он воскрес, как и сказал Пойдемте, посмотрите место, где лежал Господь И расскажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых Его здесь нет, Он воскрес Его здесь нет, Он воскрес Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса Его здесь нет, Он воскрес Он воскрес. Его нет здесь. Он воскрес. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал. Его нет здесь, он воскрес. Иисус был жив, он воскрес из мертвых. Помните, как Иисус говорил, что его смерть послужит великой цели? Свершилось. Когда Иисус умер, завеса в храме, отделявшая святое святых от народа, разорвалась пополам. Разрыв этой завесы означал, что больше нет преграды между Богом и нами. Смертью и воскресением Иисуса было заплачено за наши грехи, все то, что отделяло нас от Бога. Иисус воскрес. Гроб пуст. Учитель много лет говорил нам об этом, и теперь это свершилось. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Субтитры создавал DimaTorzok